В Стамбуле проходит встреча заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН по зерновому коридору. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он подчеркнул, что Турция продолжит свои усилия в этом направлении. Ранее Вашингтон и Лондон заявляли, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. Об этом госсекретарь США Интони Блинкен сообщил на совместной пресс-конференции в американской столице с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Блинкен отметил, что США признателен генсеку ООН Антонио Гутерриш и коллегам в Турции за неустанные усилия по выходу из тупиковой ситуации. Мы говорили о срочной необходимости продления и расширения черноморской зерновой инициативы. Имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которая нуждается в данном продовольствии. Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Подписание состоялось при участии ООН, России, Турции и Украины. Стороны договорились о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и снятия барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действия инициативы несколько раз продлевали. Последний раз сделку продлили в марте этого года на 60 дней до 18 мая. Продолжение следует...